Назвать эту рыженькую девчулю Лили Берриер, она же чирлидерша, болельщица если по нашему. Однако в игре она вовсе не болельщица, а одна из самых сильных помощниц саппорта на данный момент. Совсем недолго осталось ждать её в массы, в этот четверг она станет доступна за пазлы. Поэтому было бы неплохо разобраться в её способностях. Рад представить вам свой разбор чирлидерши. У микрофона Марокко, приятного просмотра. Первая её способность заключается в стремительном ускорении. Это в первую очередь вам понадобится в кайте против охотника. Но также может послужить нехилым таким способом сократить дистанции к воротам, люку, машинке, либо для скорого прибытия к сокоматнику на помощь. С самого старта игры у неё сразу есть два из двух возможных ускорений. После применения у них срабатывает медленно восстанавливающийся откат обратно. Как я полагаю, в среднем за матч запросто можно дополнительно накопить два ускорения, если не три или четыре. Одно ускорение даёт вам прирост в 70% скорости лили на целых 4 секунды. Вот только по окончании эффекта она сильно замедляется. То есть на практике при кайте вам необходимо заранее просчитывать это замедление, чтобы по завершению ускорения вас не могли быстро ударить, перебегать в более безопасное место. Либо воспользоваться второй способностью лили, которая и даёт ей статус одной из самых сильных в саппорте. Вдохновление При помощи его можно почти сразу же убрать замедление после первого ускорения и перейти к использованию второго. Таким образом при правильном использовании у вас будет самое быстрое ускорение в игре за выжившего. Боюсь представить, что будет, если к нему прибавить эффект от адреналина. А теперь внимательно, перезарядка способностей 50 секунд. При этом вдохновление можно передать на остальных выживших на любом расстоянии, подобно сове от сира. Действовать оно будет 10 секунд, за которые откат их иных способностей у других выживших ускорится в среднем по палате в 2 раза. И какой вы думаете ограничитель данной функции? Один раз на игру? Или невозможность далее к себе применять вдохновление? Хм, нет. Она может применять способность на другом выжившем дважды. Для остальных трех выживших тоже условие. Абсурд, подумаете вы? А что если я вам скажу, что для себя любимой она может бесконечное количество раз применять этот эффект? Идем далее. Третья способность. Поощрение. После активации способности черлидерша начинает ободрять выбранного вами выжившего. Передавая ему стаки, которые ему можно будет потратить на 2 так называемых настроения. Первое настроение, которое может приобрести выживший, жизнерадостный, он же бодрый. Для его активации требуется потратить всего лишь 5 стаков ободрения. И далее у выжившего срабатывают схожие с тромозитором ускорения до исчерпания всех 5 стаков. Оно слабее, чем у композитора, поскольку по окончанию включится замедление на целую одну секунду. Но самое сильное и то, что будут стараться использовать многие, это настроение взволнованного. Для активации требуется уже 28 стаков поощрения из 45 возможных в принципе. После того, как имеющий необходимое количество стаков выживший падает на землю, у него на 3 секунды дается кнопка, при нажатии на которую он имеет возможность исцелиться подобно адреналину. Очень сильно. А как вы думаете, какие дебафы у этого эффекта? Правильный ответ. Никаких, кроме простого увеличения с каждым последующим разом использования необходимого количества стаков для активации. С 28 станет 38, на третий раз уже будет 43. И тут вы подумали, что третий раз это лимит. Но нет. Его нету. Можно сколько получится. Справедливости ради, если охотник не глуп, то вряд ли при даже сильном упорстве вас выйдет использовать более одного раза эту махинацию. Небольшие уточнения по способности. Чтобы стаки копились, нужно в ритм прожимать кнопку, что довольно-таки легко. И при этом быть в радиусе 20 метров от ободряющегося выжившего. А еще, что примечательно, если верить описанию, то она не может давать такого рода бафы для дикаря и по всей видимости другим персонажам за 35-40 лет. Возможно, для выживших среднего возраста они просто будут медленнее копиться. Это связано с предысторией самой Лили. А также на других чирлидерш невозможно применять поощрение. Вишенкой на торте абсурда является дебаф на декодирование целых 10%. Давайте что ли пройдемся по тактике игры за нее? Во время кайта следует рационально использовать ускорение, данное вам с самого начала игры. Например, после первого ускорения потратить вдохновление на себя в случае, если вам не хватило добежать до более безопасного места или для дополнительного разрыва дистанции между вами и охотником. Второй вариант. Можно, к примеру, не тратить вдохновление после первого ускорения, замедлиться, продолжить кайдить и в более опасный момент кайта использовать второе ускорение на пару с вдохновлением, чтобы после него у вас не было замедления. Поверьте, на это еще больнее будет реагировать охотник. Лично я буду стараться прибегать ко второму варианту, при кайте за нее. А теперь случай, когда вас не преследуют в самом начале игры. Следует стараться задекодировать сперва машинку и далее уже идти спасать или саппортить. При активации поощрения стоит помнить, что вас может сбить со способности охотник. Не следует беспечно бегать около него, когда вы пытаетесь кому-то помочь. Лично я бы рекомендовал при игре с друзьями договориться с ними о том, чтобы они старались использовать ускорение на 5 стаков. Его накопить легко, эффект он дает хороший, отката вроде как он не требует, только лишь новые стаки. После хорошего спасения следует воспользоваться сидевшему на кресле именно этим. В отрыве от погони в любой момент матча теоретично можно просто призвать к себе тиммейта, который может стать следующей жертвой охотника и заранее натрясти ему стаки для кайта. Тогда будет смысл стараться использовать 28 стаков. Не стоит также забывать про сильное вдохновление. Видите, как другой преследуемый выживший тратит свою способность, при этом знаете, что у него есть возможность воспользоваться ею повторно, так организуйте для нее ускоренный откат. В целом этим Лили и должна из матча в матч стараться заниматься, иначе ее эффективность в плане саппорта будет около нулевой. Какова ведь талантау ей подходит больше? Лично я буду стараться бегать на ней с идентичной веткой талантау, как и на своем любимце клоуне. То есть само собой адреналин, отложенное время, снузи, что важно, придачу само собой самоотхил и стикер. Если вам не нужны часики, то берите лучше вместо них орех, также снузи, самоотхил и два оставшихся поинта на подсветку остальных выживших вблизи. Поскольку ветка на ускоряшке от окон и палет при ее ускорениях мало имеет смысла. Также хочется в этом видео затронуть тему ее нерфа, то есть послабления. Наверняка разработчики все прекрасно понимают, когда делают такую сильную по способностям Лили, тем более за их плечами куда более сильные персонажи из охотников и их последующие нерфы. Уверяю вас, они все понимают и в целях завлечения обратно в игру, ушедшим по тем или иным причинам сурвомейнеров, дополнительно подогреть интерес к игре для тех, кто уже играет, на пару с теми, кто не прочь в очередной раз потратить свыше 100 долларов для получения лимитки. И создаются такие пошатывания баланса игры. Как показывает мой 4-х летний опыт игры в Эден, пути нерфа неисповедимы. Они как могут увеличить сперва откат простых ускорений, таки могут заодно с этим уменьшить эффект ободрения для остальных. Лично я за оба варианта, а также за уменьшение радиуса взаимодействия при накоплении стаков другим. Вместо 20 метров хоть до 15 снисти, ибо при правильной игре за нее, охотнику крайне трудно будет ее остановить. Думаю, довольно-таки скоро разработчики займутся ее нерфом. Это все, что я хотел рассказать про Лили в этом разборе. Если хоть чем-нибудь помог или улучшил понимание новой сурвихи, то, пожалуйста, отблагодарите меня лайком и душераздирающим комментарием. В качестве бонуса поделитесь этим видео с остальными на всеобщее благо. Напоминаю про полезные ссылочки из описания, кому мое творчество не безразлично. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok